Дорогие друзья, привет всем из студии Саша Золотохина со стороны Йорка. Та сторона Ланкастера, это мел, ой, это маркер. А эта сторона Йорка, здесь мел. Вот, ну то есть эта сторона Ковалья, это сторона Трушина. Мы сейчас на стороне Трушина будем записывать. Турнир городов, который решал Мишенька в воскресенье. Базовые задачи, да. Да, вот, ну расскажешь, да, про все перипетии, да, которые возникли случайно. Ну, могу рассказать, да, вскользь. Вот, мы будем три задачи разбирать. Первую, третью, пятую. Первую расскажем, Миша расскажет свое решение, и я свое. Третье. А, третье, да, третье. Вот, а первую, пятую, соответственно, первую просто Миша расскажет решение, а пятую Миша расскажет свое, а потом решение своей однокласснице. Ну, я не уверен даже, что надо называть свое, потому что оно такое. А, можешь рассказать свое, да? Ну да, наверное. Ага, вот. А вторую, четвертую, ну, вот Миша не решал, я даже их не видел, это Геома, вот, которую было бы круто, если кто-то еще, да, решили бы ее забрать. Ну, я, так что я не успел пятую, то я Геома тоже не стал. Давай, рассказывай, я пока могу даже уйти из кадра, а то мне все время говорят, что я тебе мешаю. Мне пишут в комментах, что не мешайте сыну, постоянно перебиваете, не даете сказать слово. Ну, ладно, значит, первая задача, данные многочлены p от x, q от x, это не многочлены, а квадратные трехчлены. И, соответственно, известно, что p от x плюс q от x тоже квадратные трехчлены. Это, соответственно, квадратные трехчлены. Окей. Дальше. Известно, что у каждого из этих трехчленов, ну, или многочленов, есть кратный корень. Соответственно, правда ли, что все эти три корня, которые у них есть, совпадают? Кратные. Вот, окей. Ну, соответственно, я зачем-то написал условия на всю доску. Вещественная алгебраическая геометрия. Да, держи. Вот. Вещественная алгебраическая геометрия. Ну, давайте просто распишем, ну, распишем, и у нас все получится. Да. Соответственно, что значит, что есть квадратный корень? Это значит, что корень, ну... Кратный. Кратный. Не квадратный, а кратный. Кратный. Ну, я говорю кратный, но, может, это непонятно, да. Вот. Это значит, что... Нет, ты просто сказал квадратный. П от x имеет вид, соответственно, какой-то k на x минус a в квадрате. Верно. Вот. Ну, соответственно, квад x мы тоже можем так же написать. Вот у нас какой-то t на x минус b в квадрате. Окей. Ну, и, соответственно, мы знаем, что p от x плюс q от x это тоже, ну, какая-нибудь еще буква, соответственно, p от x плюс q от x это m на x минус c в квадрате. Да. Окей. Но мы знаем также, что p от x плюс q от x это сумма вот этих двух многочленов. Поэтому мы можем это расписать как, соответственно, k на x минус a в квадрате плюс t на x минус b в квадрате. Вот. Ну, и, соответственно, так как эти многочлены равны, они по коэффициентам равны. Соответственно, если мы просто раскроем скобки, у нас что получится? Что у нас получится с одной стороны mx квадрат минус 2mc, mcx и, соответственно, плюс mc квадрат. Вот. А с другой стороны у нас получится k плюс tx квадрат минус 2k плюс tb на x и плюс kа квадрат плюс tb квадрат. Ага. Окей. Ну, и, соответственно, мы получаем, что вот эти коэффициенты, вот этот коэффициент, ну и какой-нибудь вот этот коэффициент, соответственно, они равны, так как многочлены равны. Угу. Вот. Ну, и теперь мы можем просто расписать, выразить. Значит, m это k плюс t, соответственно, ну, я наверху сотру. О, я придумал решение другое. Более красивое, да? Кажется, да, но ты пока... Ага. Ну, у меня более техническое, у меня вообще все решения более технические получились. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, если я прав, сейчас поделим. Ага. Вот, соответственно, можем написать, что m это k плюс t, и тогда у нас, соответственно, получается, что kc плюс kt, нет, kc плюс tc это k плюс tb. Ну, и, соответственно, kc плюс tc квадрат, это kа квадрат плюс tb квадрат. Вот. Хорошо. Снизу, наверное, можно стереть. Да, да. Вот. А можно все стереть. Ну, да, я все затрусил. Запишу. Вот, ну, дальше мы, соответственно, можем... Ну, давайте вынесем за скобку k в обоих случаях. У нас получится k на c минус a плюс t на c минус b. Это 0. Ну, и также, соответственно, k на c квадрат минус a квадрат плюс t на c квадрат минус b квадрат. Это тоже 0. Да. Вот. Ну, и, соответственно, что нам нужно? Нам нужно проверить, правда ли, что все k, a и c, они одинаковые. Вот. Теперь вспоминаем, что изначально у нас эти p от x, q от x и p от x плюс q от x, это были квадратные трехчлены. Что это значит? Это значит, что у них первый коэффициент перед x квадрат был не 0. Вот. Но коэффициент перед x квадрат, это, соответственно, k, t, ну, и k плюс t. Вот. Это значит, что k не 0, t не 0, ну, и k плюс t тоже не 0. Да. Вот. Но тогда мы можем выразить, соответственно, c минус a через вот это дело. Значит, c минус a это t на b минус c, я поменял их местами, поэтому я могу не писать минус. Соответственно, делить на c минус a. Вот. На k. Поделить на k, да. Так. Вот. И мы можем подставить это сюда, замечаем, что это разность квадратов, поэтому тут c минус a на c плюс a на самом деле. Вот. Соответственно, если мы подставим, то у нас k сократится. Да. И получится t на b минус c. Да. На c плюс a. Да. И также это плюс t на c минус b на c плюс b. Да. Вот. Вот, это равно нулю. Совершенно верно. Ну, соответственно, отсюда мы можем вынести t на b минус c. Да. Вот, t на b минус c умножить на, соответственно, сколько там? А минус b. c плюс a, ну да, ну я распишу более подробно, минус c плюс b. Да. Это ноль. Отлично. Все. Ну и все. У нас получилось, что t, ну пока не все, ладно, t на b минус c на c у нас сократилось. Соответственно, a минус b. Это ноль. Окей. Но t мы и так же помним, что не ноль. Да. Вот. Поэтому у нас либо b равно c, либо у нас a равно b. Окей. Теперь вспоминаем про вот это уравнение. Конечно. Соответственно, ну мы можем просто, если b равно c, то у нас вот тут получается ноль. Соответственно, тут тоже ноль. И отсюда a равно c. И все три корни равны. Вот. Если же, это в случае, если b равно c, если же a равно b, то что мы можем сделать? А, то же самое. Ну, на самом деле, да. Сейчас, тут было какое-то более красивое. Вот здесь, да. Мы можем подставить это вот сюда изначально. Соответственно, тут у нас получается уже вот это уравнение тогда переписывается, как k на c минус a плюс t на c минус a равно нулю. Вот. И мы можем вынести c минус a. Соответственно, у нас получается как раз k плюс t. Которая не ноль, да. На c минус a равно нулю. Вот. Но k плюс t, это, соответственно, из третьего уравнения тоже не ноль. Так как это тоже коэффициент. Ну, это просто коэффициент. Соответственно, отсюда мы тоже получаем, что a равно c. И они опять все три равны. Да. То есть ответ, да, это верно. Тогда все три корни кратные равны. Отлично. Спасибо, Мишенька. Я пока слушал тебя, придумал, кажется, супер решение. Но это, кажется, задним умом каждый крепок. Это понятно, что когда ты послушаешь чужое решение, тебе легче создать свое. А решение вот какое. Значит, смотрите, на самом деле, что было написано. Было написано следующее. Было написано, что вот сейчас плюс-минус, а дальше положительное число. То есть вот альфа здесь положительное. Ну, как бы плюс-минус бета на x-b в квадрат. Плюс-минус гамма на x-c в квадрат равно нулю. Ну, вот на самом деле, из чего мы исходили. Сложно. Один, второй и третий. Ну и все три не равны нулю вот этим по условию. То есть это как бы... Это первый квадратный тушлен, это второй квадратный тушлен. И это третий. Единственное, что знаки могут быть здесь... А почему они равны нулю? Потому что третий равен сумме двух предыдущих. Ну и как бы я могу... И мы их очень... Меняя знак, да. То есть здесь как бы при некоторой комбинации знаков получается такое равенство. Да, да. Теперь они все не могут быть одного знака, потому что иначе у нас нулю равно... Равна сумма трех квадратов, вот. Что, понятно, быть не может. Да. Ну, может есть. Ну, да, не может. Не может, как многочлен не может, да. То есть как бы тут ясно, что два одного знака и три другого. Поэтому это эквивалентно, ну, там, при некоторых других. Вот такому вот равенству. Ну, возможно, придется поменять местами как бы просто их. Где уже у меня эти положительные. Вот эти все три положительные. Да. Подставляем x равно c. Ой, x равно a. Подставим. x равно a. Так, слева ноль. Да, получим. Да, да, да. Красиво, да? Да, это красиво. То есть волной на a минус b в квадрат плюс гамма с волной на a минус c квадрат равно нулю. Да. Эти положительные. Сумма двух квадратов равна нулю тогда и только тогда, когда a равно b равно c. То есть эти оба равны нулю. Да, это красиво. Вот. Возможно, они имели в виду это решение, но, конечно, так вот как бы можно придумать, когда ты уже узнал нормальное. Ну, короче, у нас будут красивые решения от папы и технические решения от меня. Нет, красиво будет еще у Кати, да, у твоей? Ну, от всех, кроме меня, будет красиво, короче. Так, сейчас будем следующую задать. Ну, это всегда так бывает. То есть это как бы за ним, ума, всегда люди крепки. То есть все равно вначале идет сама задача и оригинальное решение, а потом уже начинаются придумки, как же это было бы решить. Ну, ладно. Вот. Естественно, дальше задача номер три. Вторая была геометрия, и я ее не успел. Вот. Задача номер три. Дано число n. Мы знаем, что оно делится на, кто бы мог подумать, 2020. Вот. Дальше мы знаем, что все цифры в n различны. Окей. Все цифры в n различны. И еще мы знаем, что если мы меняем местами любые две цифры, то тогда эта делимость уходит. Число К, полученное, уже не делится на 2020. Ага. Вот. И нам нужно сказать, при каких длинах числа n, то есть сколько вот эта цифра входит без ведущих нулей, это возможно. Ага. Вот. Окей. Соответственно, как мы это делаем? Ну, как я это делал? Соответственно, я ее начал решать первой же, потому что она мне понравилась. Вот. Я подумал, ну, во-первых, когда выполняется второе условие? Вот. Мы можем написать наше число в каком-то виде. Акатая на 10 в катой, плюс и так далее, плюс А1 на 10 в первой, ну, плюс А0 на 10 в нулевой. Да. Вот. Это n. И тут, соответственно, ну, понятно, 0 меньше равно чем, а m-то меньше равно чем 9. Ну, и Акатая больше нуля. Акатая больше нуля. Ну, это даже, на самом деле, не очень больше. Капитан очевидность уже говорит, что пра не больше 9, и коэффициентов не больше, чем 10. Вот. Ну, во-первых, да, самое очевидное рассуждение. Давайте обозначим n маленькое, это длина n. Значит, самое очевидное рассуждение, что это n меньше или равно чем 10. Вот. Ну, просто потому что, если у нас больше, чем 10 цифр в n, то там точно есть две различные. Так как у нас цифры с нуля за 9. Да. Да. Вот. Хорошо. Ну, это нам, на самом деле, не очень много дает. Вот. И, соответственно, мы тут поменяли какие-то две цифры. Пусть это будут цифры на позициях i и j. Окей. Давайте посчитаем разность получивших чисел. То есть этого числа и числа, которые получатся дальше. Соответственно, она равна. Сколько мы вычитаем? Мы вычитаем i t на 10 в i t. И, естественно, вычитаем aj t на 10 в j t. Это те индексы, которые изменили. И прибавляем мы, соответственно, i t на 10 в j t и aj t на 10 в i t. Ну да. Вот. Соответственно, что теперь мы можем сказать? Мы можем вынести, ну, например, aj t. Ну или i t. Ну да. Мы можем вынести, короче, i t и aj t. То есть у нас получится i t на 10 в j t минус 10 в i t плюс aj t на 10 в i t минус 10 в j t. Да, иными словами. Это разница та же самая. Ну и тут мы можем вынести уже, соответственно, вот это. И у нас получается а это минус aj t на 10 в j t минус 10 в ай т. Окей. И что нам надо? Нам надо, чтобы эта штука не делилась на 2020. Потому что если разность не делится, так как вот это число изначально делится, то и итоговое число не делится. Она никогда не делилась на 2020. Вот. Для любых i и j. Да. Ну, не равных, очевидно. Вот. Угу. Хорошо. Значит, первый случай, если i t и aj t равны. Он исключен, потому что по условию у нас все цифры различны. Окей. Теперь посмотрим, что такое 2020. 2020, я надеюсь, тут еще видно, это 101 на 20 умножить. Вот. И 101 это простое число. Да. Но тогда вот это число, оно по модулю меньше, чем 10. Вот. Потому что это просто цифры от 0 до 9. Соответственно, оно делиться на 101 не может, так как оно еще и не 0. Вот. Отсюда мы получаем, что 10 в j t минус 10 в j t делится на 101. Да. Вот. Соответственно, мы получили, что 10 в j t минус 10 в j t делится на 101. Вот. Ну и у нас мы знаем, что j не равно i, поэтому это число не 0. Вот. Ну, что такое 10 в j t минус 10 в j t? Можем это записать в более простом виде. Это куча девяток, а потом куча нулей. Куча нулей в ignore. Вот. И нам нужно, чтобы это делилось на 101. Вот. В этом месте я конкретно облажался. Я не знаю, как это произошло, но я вначале тут еще написал единицу. Бывает, да, бывает. Но это бывает. И поэтому два часа потратил впустую примерно. Вот. Но если мы посмотрим на вот такой вид, то заметим, что число 9999 делится на 101. Ну, во-первых, несложно заметить, что это, ну, мы можем просто умножить на 99, 101. Ну да, это очевидно. Независимый, да. А во-вторых, можно еще понять, что типа 100 это минус 1 по модулю 101. Поэтому если мы возведем 100 в квадрат, то у нас получится как раз 1 по модулю 101, а мы вычитаем единицу как бы. Совершенно верно. Вот. Что из этого значит? Что это значит вообще? Это значит, что если вот эта разница, ну, 4, точнее не так, если j минус i по модулю равно 4, то это число уже делится на 101. Вот. Но при этом, если мы еще скажем, что минимум из этих индексов больше либо равен 2, то у нас вот тут нулей будет хотя бы 2, а это значит, что число делится хотя бы на 100. Но тогда оно делится и на 20. Да, правильно. И у нас получится, что число делится и на 101, и на 20, значит оно делится на 2020. Вот. Но это как бы слагаемо в нашей разнице. Ну, множители нашей разницы. Поэтому разница тоже делится на 2020. Следовательно, у нас не должно быть такой ситуации, что, соответственно, модуль разности 4, и он хотя бы 2. Но заметим, что если n больше или равно 7, то мы можем взять индексы 6 и 2. И, естественно, если мы поменяем местами, у нас как раз получится вот такая ситуация. Да. Соответственно, мы получаем, что это уже невозможно. Да. Вот, окей. Тряпка нужна. Так. Значит, так мы получили, что... Оно в шестизначе или ниже. Да. В n максимум 6 цифр. Вот. Окей. Ну, дальше n натуральное. Ну, это, наверное, очевидно. Вот. Ну, это было сказано в условии, но даже если оно не натуральное, то не важно. Вот. Если n натуральное, значит оно не 0, значит в нем хотя бы 4 цифры. Должно быть, чтобы оно делилось на 2020. Да. Вот. Ну, чтобы оно было хотя бы 2020. Да. Вот. Окей. Дальше. Ну, соответственно, как я делал. Я разобрал другой случай. Если n меньше или равно чем 5, то есть количество цифр хотя бы максимум 5. Да. 4 и 5. Тогда заметим. Ну, какое вот это число может быть? Тогда n это какое-то число k умножить на 2020. Вот. И заметим, что если n меньше или равно чем 5, то вот это k должно быть меньше или равно чем 50. Потому что даже 2000 умножить на 50, так как, ну, неважно. Короче, 2000 умножить на 50. Уже шестизначено. Это как раз 10 в пятый. Уже шестизначено. Вот. А тут уже шесть знаков. То есть это 1, 0, 0, 0, 0, 0. Шесть знаков. Вот. И, естественно, ну, это число только больше. Поэтому мы получаем, что k строго меньше, чем 50. Да. Вот. Но что тогда происходит? Тогда, если мы умножаем число 2020 на k, у нас получается какое-то число 2 умножить на k тут. Потом тут 0 на конце. А тут еще раз то же самое число 2 умножить на k. То есть мы умножаем вот это 2020, мы как бы умножаем 2000 на k. И прибавляем 20 на k. Цифры будут совпадать. И вот это число не сможет залезть сюда. Почему? Потому что если мы умножаем 20 на 50, то это как раз 1000. А у нас будет меньше, чем 1000. Значит, оно не залезет на вот этот разряд. И, соответственно, у нас получится вот тут какое-то число и вот тут какое-то число. И они будут совпадать. А это значит, что в них будут одинаковые цифры. И противоречия. Круто! Вот. Соответственно, так мы получили, что n не меньше либо равно, чем 5. Вот. Отлично. n не больше или равно, чем 7, и n не меньше, чем 5. Не сложно заметить, что остался только случай, где n равно 6. Надо привести пример, да? Вот. Ну, соответственно, можно попытаться доказать, что таких нет. Но гораздо конструктивнее получается привести пример. Значит, n меньше либо равно, чем 5, не подходит. Да. n равно 6. Ура. Да. Строгий доказательный, что n равно 6. Дальше я применил некоторый хинт, который внезапно сработал. Я решил по фану домножить число 2020 на 179. Ну, 179 это школа, в которой я учусь. Вот. И внезапно что получилось? Двойка, ну, вот это дала, соответственно, 358. Ну, и тут тоже 358. Вот. И внезапно получилось число, у которого действительно все цифры различные. Вот. Офигеть. И оно нам подходит. Ну, во-первых, в нем все цифры различные. Во-вторых, оно делится на 2020. В-третьих, соответственно, в нем нет вот этих четырех чисел. Если мы возьмем разницу между этими числами, которые мы меняем, меньше, чем 4, то оно просто не будет делиться на 101. Потому что 9, 99 и 999, они все не делятся на 101. Да. Вот. Ну, если мы возьмем 5, то оно тоже не делится. То есть 9000... То есть, короче, это число тоже не делится на 101. Вот. А если мы возьмем разность 4, то у нас будет либо вот такая, либо вот такая. Ну, и несложно заметить, что у нас все равно не будет делиться, потому что тут будет 30 на конце. Значит, оно не делится на 20 просто из 2020. И тем более. А тут будет 6 на конце. Оно даже на 10 не делится. Отлично. Супер просто. Вот. Ну, и, короче, это число 361, оно подходит. Вот. Но это я... Это мне повезло. Вот. Соответственно, дальше. Как можно было это решать? Как можно хотя бы найти то число, у которого все цифры различны? На самом деле это довольно сложно, потому что я посмотрел на программе, и их довольно мало. На самом деле. Вот. Которые делятся на 2020. Ну, возьмем абсолютно рандомное число, допустим, 57. Вот. И домножим его на 2020. Просто рандомное число. Соответственно, мы получим какое-то число 4, 1, 0, 1. Так ведь? Ну да, какие-то повторения есть, да? Сейчас как-то не так. Умножаем в стол. Очень сложно. Короче, 0, 4, 1, 4, 1. 0, 0, 1, 0, 1. Вот. Вот. И у нас получилось какое-то число, и у него, как несложно заметить, не все цифры различные. Тут сразу 3 единицы есть. Вот. Но теперь заметим, что у нас есть вот это волшебное число 10100. И число 10100, оно делится на 2020. Ну, это просто 2020 на 5. Но что значит, что у нас есть число 2100? Это значит, что мы можем взять число, которое делится на 2020, взять индексы через 2, например, вот эти 2, и прибавить или вычесть из них одно и то же число. И число продолжит делиться на 2020. Вот. Да. И, соответственно, если мы, например, напишем тут, ну, 1, 3, 5, 3, 4, 0, оно все еще будет делиться на 2020, потому что что мы сделали? Мы изменили вот эти числа на одно и то же число, вот эти цифры. Тогда мы изменили это число, соответственно, на 10100 умножить на какое-то число. Мы прибавили к нему. Ну, или вычли, если мы изменяем в обратную сторону. И оно продолжило делиться, потому что и разность тоже делится. Вот. Но так можно просто подобрать какие-то цифры. Соответственно, какие-то цифры, которые, ну, какое-то число, у которого они уже будут различны. Например, для этого числа можно условно что сделать? Можно, например, написать так. Соответственно. 2, 1, 6, 1, 4, 0. Можно прибавить сюда так, чтобы получилось 9. Вот. Нам нужно искоренить вот эти две девятки. Мы хотим, чтобы у нас сюда перешел через разряд как бы сложение. Вот. Соответственно, мы можем прибавить сначала как бы М4. Потом мы можем прибавить вот этим по 2. Тогда вот тут получится 6. А вот тут как раз у нас перейдет через разряд. Соответственно, плюс 2. И тут уже будет 2. У нас получится число 5, 2, 1, 1, 6, 0, 60. Вот. Ну, и, соответственно, дальше уже очень просто. Мы просто можем прибавить, ну, например, вот этим по 2. И у нас получится 7, 2, 3, 1, 60. Ну, или можно прибавить еще один. Будет 8, 2, 4, 1, 60. Причем это другое, да? Вот. И так далее. Ну, и, соответственно, это тоже число, которое делится на 2020. У него тоже все цифры различные. Да. Вот. И, ну, таким способом, как я проверил для этого, можно проверить для этого же. И даже если оно не подойдет, у нас есть еще несколько чисел, которые типа 8, 2, 4, 1, 60 и так далее. Ну, и вот такие числа можно быстро проверять и скоро найдется. Да, отлично. Вот. А теперь от папы более математическое решение, то есть у меня явно техническое решение. Ну, ответ n равно 6 подходит. Да, ответ n равно 6 годится. Вот. Остальные нет. Это более техническое решение явно. А от папы будет снова более математическое. Ну, я подошел системно к проблеме. Значит, системно это вот что означает. Я знаю, что число n делится на 2020 тогда и только тогда, когда n делится на 101, n делится на 20. Ну, капитан очевидность, да, говорит, что они взаимопростые. И, соответственно, вот. Ну, вторая часть вот этого эквивалента тому, что на конце, если мы знаем, что все цифры разные, то на конце здесь должно быть только 4 варианта есть. 20, 40, 60 и 80. Вот все. Больше никаких вариантов. И это уже точно делится. Да, и это уже точно делится. То есть вот эта часть, получается, взаимно однозначно соответствует тому, что окончание одного из 4 видов. Ну, а это нужен признак делимости на 101. И я его вывел. Признак делимости на 101. Я вообще про это не думал. А именно, если у меня есть число ABCDEFGH и так далее, то оно делится на 101 тогда и только тогда, когда на 101 делится следующее. Двузначное число AB минус двузначное число DE плюс двузначное число FG. CD пропустил. Ой, да. CD. CD. CD плюс EF минус GH и так далее. Ну, вот каждый из вас может доказать самостоятельный признак. Он, в общем, совершенно очевидный, потому что вот это, это 10 там в четной степени на AB. Там 10 в степени 2Альфа на AB плюс 10 в степени 2Альфа минус 2 на CD плюс так далее. И 10 в степени 2Альфа равно минус единицы по модулю 101. Ой, извините. 10 в степени 2 на... 4 Альфа. Да. Степени 4 Альфа плюс 2 равно минус единицы по модулю 101. А 10 в степени 4 бета равно 1 по модулю 101. Ну, можно просто проверить, что 100 в степени 2 это минус 1, а в 4 1. А в 4, естественно, 1. Поэтому и получается, то есть я вычитаю из этого, значит, из этой записи, вычитаю, значит, соответственно, вот это заменяю на минус единицы, когда четно, на плюс единицы, когда нечетно. Ну, и как бы переворачиваю знаки минус плюс, чтобы начинать с этого, делимость не меняется от этого. Вот, то есть когда вот это число делится на 101. А теперь внимание, если у меня длина числа больше 6, то не затрагивая последних... То есть там же минус 1 плюс 1 это как раз 0. Ну, мне нужно как бы это заменить на минус 1. То есть минус 1, потому что вот это вот число. Да. Тут плюс появляется. То есть они чередуются, четные чередуются. Минус плюс, да. Да. Ну, и поэтому как бы... А тут не важно, я могу написать минус плюс. А, да, он у тебя не написан, поэтому да, все, хорошо. Вот. Ну, а теперь я просто замечаю, что, во-первых, ну, как бы последнюю вот это мне трогать нельзя при перестановках, потому что, как Миша уже сказал, мы потеряем делимся на 20. Но если длина больше 6, то мы можем, по крайней мере, поменять вот эти два. БФ лучше. Лучше БФ, да? Да. Какие тут самые старшие? Самые-самые. Нет, самые... Самые младшие БФ. Тут, видишь, я от слева конца начал. Да. Поэтому у меня там 20 сидит. Если ты поменяешь АЕ, то тебе нужно хотя бы 8 длина. А, ну, в смысле, что здесь, здесь либо конец как бы четный идет, либо не четный. Нет, смотри, если ты меняешь АЕ, то у тебя должны быть АЕ, тогда длина хотя бы 8. А, и вообще, я неправильно написал. Так нельзя писать. Четный сдвиг будет. Четный сдвиг. То есть признак делимся на 11... Ну, там с ведущими нулями просто. Значит, на самом деле... С ведущими нулями и все. Либо с ведущими... Ну, там, нет, там надо, чтобы последний был не 10, а 100. То есть там четный сдвиг должен быть. То есть А, Б, С... Вот я бы так сказал. Так. Вот это так далее и так далее. А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, Х и так далее. Вот такое число делится на 101. Вот теперь уже действительно тогда и только тогда, когда Б, А, минус Д, С, плюс Ф, Е. Вот это уже честно. Минус... Хорошо. H, G, плюс и так далее, делится на 101. Вот это уже абсолютно честно и точно. Ну, примерно то же самое. Потому что здесь 100, как бы 100, вот 100, да. Вот это плюс 100 умножить на это, плюс 10 тысяч на это. И вот 10 тысяч идет с плюсом, 100 идет с минусом, миллион с минусом снова. Вот это уже точно. А теперь заметим, что вот это мне трогать нельзя. Вот это трогать нельзя. Да. Это 20, 40, 60 или 80. Его мне трогать запрещено. Но если я поменяю уже следующие D и H, вот уже D и H, даже если G, просто вообще нет. Да. Ну, если это 0. Да. Если это 0. Наоборот только E и G. Потому что D и H все равно. H может не быть. Да. Правильно. E, да. Я все время, да. Очень сумбурно. E и G, да. Ой, сейчас. Где? Подожди, у меня... Вот так. Подожди, откуда у меня F, E? Сейчас. Да, это C, блин. Это C. C и G. Я тормоз. C и G, наверное. Да, да, да. Вот, вот, вот. C и G. Вот они. Вот, все. Вот C и G я могу менять без зазрения совести. Потому что сумма этих двух наших чисел останется прежней. И значит делимость на 101 сохранится. Поэтому если есть хотя бы 7 цифр, то привет. Пока. Все уже как бы это самое. Уже. Не, уже не работает. Уже не работает. Вот. Тут надо еще посмотреть, почему не работает, если будет меньше 5 цифр. Меньше 6 цифр. Ну, ты можешь написать систему, как ты делал. Да. E, D, C. E. Ну, я писал, да, B, A. Минус D, C. Плюс. Либо плюс E. Значит, у меня E одно, да? Просто E. Это просто цифра. Нет, у тебя E, F. У тебя же 6-значная? A, B, C, D, E, F. Да. Нет, что 5-значная не годится, надо еще доказать. А, окей, хорошо. Ну, 4-значная тоже. То есть вот такое 9 на 101 и такое 9 на 101, что это приводит к одинаковым цифрам сразу. Но здесь сразу понятно, потому что разница двух 2-значных чисел 9 на 101, если она равна нулю. Да. Значит, здесь уже все ясно, что цифры совпадают. А вот здесь нужно немножко почудохаться чуть-чуть, потому что... A0. Да, значит... А, да, A0, правильно, A0. A0. E это цифра. Значит, C и E. Мы не достанем до 101. Да, мы вверх до 101 не достанем никак. Максимум 99 будет. Да, правильно. Даже 89. Да, мы не можем достать до 101 вверх, поэтому все равно это 0. Вот это число максимум 80, вот это максимум 9, то есть 89 и тут отрицать. Все, значит, 0 все равно. D, A, D, C минус E. Ну и вниз тоже не достанем, потому что у нас вычитается одно двузначное. Да, ну и все. Значит, соответственно, у меня получается, что B и D совпадают. Угу. Да. Да. Ну еще, да. Ага, точно. Все. Да, потому что A0, потому что A0. A0, да. Иначе бы это было неверно. А0, иначе бы это было неверно, да. Ну, в общем, здесь доканывается, что здесь совпадающая цифра возникает. И остается только один вопрос. Когда... Я начинаю с шестизначное число. Что мой способ не так уж и плох. Нет, твой способ нормальный, твой способ лучше, на самом деле. То есть здесь слишком много проверок. Ну, а последнее, это нужно просто написать, если оно шестизначное, написать, что B A плюс F E равно 101 плюс D C. Либо 0 плюс D C. 0 плюс D C, скорее всего, опять начнутся одинаковые цифры. Вот. Ну и дальше просто подбором там подбирается, там получается система уравнений некая, там много решений очень у нее. Там возникает почему, соответственно, можно как раз, почему соседние цифры можно менять в моем решении, объясняется. Да, 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 через один, в смысле. Через один, да. Ну, вот такая прикольная задачка, да. Но все решения не перечислили. Там получилась система, в которой очень много решений. Да, конечно. Но видно, что N равно 6. То есть на компьютере видно, что решений много, но тыком попасть довольно сложно. Около 20, да, получается их? Ну, если честно, я не очень помню. Ну, что-то в этом было. А, ну они, понятно, группами идут, потому что можно заменять... Да, 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 да. Заменять... Нет, прибавлять. Потому что можно прибавлять, и будет все равно все хорошо. Все, и, наконец, последняя задача. Здесь я уже не буду мешаться. Вот. И дальше... Очень длинное видео получается, да? Угу. Задача номер 5. Нормально. Очень много соватеевых. Вот. Соответственно, задача номер 5. Дана 101 монета... Ой, 101 гиря, расположенная по кругу. Значит, тут 101 гиря. Ну, они расположены по кругу, да, это видно. Вот. И гири бывают двух типов. Гиря по 10 грамм и по 11 грамм. Соответственно, доказать, что найдется такая гиря, ну, условно вот эта, что если мы возьмем К вот сюда и К вот сюда... Две колбасы. То сумма в этих сардельках, как я их так называю, от Андрея Михайловича... А, да, точно. Будет одинаковая. Сарделька Мегаронского. Соответственно, было два варианта, когда длина этих сардельок 50, это пункт А, и когда длина этих сардельок 49, это пункт Б. К равно 50, верно 49? Ну, К у меня другое будет. Я надеюсь, меня проверяющие не убьют. Вот, окей. Соответственно, как мы это делаем? Давайте посмотрим... Это решение Кати... Какая фамилия? Катя Кобышева из моего класса, но я думаю, у Максима тоже такое же. Короче, да, я думаю, у многих такое. Вот, просто... Да, соответственно, у меня просто другое, и оно только для пункта А канает. Вот, соответственно, рассмотрим любую вот такую пару и, соответственно, одну выкинутую гирю. Вот, давайте посмотрим разницу... Давайте так, у нас будет, соответственно, обозначим некоторые гири за белые, а другие за черные. Это сейчас 50 или 49? Да, сейчас 50. Вот, обозначим гири, которых четное число за белые, то есть четное число белые и нечетное число, соответственно, черные. Ну, очевидно, если мы сделаем одинаковое количество белых гири в двух сардельках, то у нас черных тоже будет одинаковые, они весят одинаково между собой, белые и черные. Вот, поэтому и сумма будет одинаковая. Окей. Соответственно, значит, мы хотим, чтобы было одинаковое число белых. И это значит, что разница количества белых вот в этой первой сардельке и вот в этой второй сардельке должна быть равна нулю. Да. Первая минус вторая равна нулю. Ну, вот так. Да, ага. Вот. Если она равна нулю, то мы выиграли. Да. Все. Допустим, она не ноль. Тогда пусть она какая-то k, не равная нулю. Вот, окей. Теперь самая красивая идея. Идея непрерывности. Давайте чуть-чуть сдвинем наши сардельки. То есть, вот у нас была сарделька вот такая. Вот тут еще какая-то. А другим мелом можешь сдвинуть. Вот. У нас, да, у нас была вот такая сарделька. Какую сардельку мы нарисуем теперь? Нарисуем сардельку вот такую. Отлично. Заметим, что в нее прибавилась одна гиря и ушла одна гиря. Так как у нас, ну, естественно, эта гиря, ну, у нас, значит, плюс белая или черная гиря и минус белая или черная гиря. И можно заметить, что разница, что количество белых гир в этой сардельки, оно либо плюс один, либо ноль не изменилось, либо минус один. Да. Ну вот, потому что тут либо плюс один, либо плюс ноль. А тут, соответственно, либо минус один, либо минус ноль. Вот. Это, соответственно, сколько стало гирь белых. Вот в этой уже сардельке. Но тогда, соответственно, раз у нас всегда плюс один или минус один, или ноль, у нас мы можем, что мы хотим сделать? Мы хотим вот такими операциями, соответственно, следующая операция как будет выглядеть. У нас уже есть вот эта новая сарделька, и мы берем вот эту старую, пониже надо, мы берем вот эту старую и сдвигаем ее уже на один вниз. Соответственно, вот, вот такая конструкция получается. Изначально у нас, соответственно, было вот так и вот так. Ну, как-то так, да. Вот, соответственно, мы сдвинули просто гирю, которая была от этих сардельок на один вправо. Вот. Ну, против часовой стрелки. И, естественно, мы хотим, в конце концов, вот эти сардельки так вот так сдвигая, 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 развернуть на 180 градусов, так, чтобы они поменялись местами. Да. Вот они, короче, мы сделали сколько-то там операций очень много, и у нас получилось в конце, что уже вот тут первая сарделька, а вот тут вторая. Да, как с табуретки на полу. Вот. Значит, вот так перевернули. И заметим, что тогда, ну, мы считаем первая минус вторая, у нас ориентированная как бы разность, поэтому у нас теперь разность будет уже минус k. То есть было k, стало минус k. Прекрасно. Вот. Значит, было 0. Вот. Но на каждом шаге вот такого сдвигания одной сардельки у нас изменяется количество белых, соответственно, плюс 1, 0 или минус 1, значит, и разница изменяется на плюс 1, 0 или минус 1. Но тогда, чтобы пройти от k до минус k, понятно, что в какой-то момент станет разница 0. Вот. Просто по непрерывности можно сказать. Да. Значит, 50, все понятно. И, естественно, значит, будет разница 0 по непрерывности. Да. Доказано. Угу. И в этот момент мы можем, соответственно, их взять. Вот. Соответственно, 49 на самом деле работает та же самая идея. Мы просто у нас вот такие уже сардельки. Три остаются. Три. Клещи такие, да. Вот. У нас должны быть уже вот такие сардельки. Это клещ. Клещ. Это, соответственно, пункт B. Вот эти две мы не берем, соответственно, и вот это тоже. От вот этой мы считаем. Мы можем делать так же, сдвигать просто вот эту на один тоже влево. Ну и вот это вправо. И замечаем, что у нас каждый раз у нас с одной стороны будет один, а с другой стороны два. Но тогда у нас как бы каждый раз будет та гиря, от которой эти сардельки две исходят. Ну и дальше мы то же самое соображение применяем. И по той же самой непрерывности у нас какой-то будет 0 в момент. И в этот момент у нас будет гиря, для которой эти две сардельки соседние. Вот. Потому что с какой-то стороны всегда будет один. А, ну вот уже 48. И, соответственно, поэтому то же самое рассуждение работает и тут. А вот 48? При этом, если бы было k равна 48, если бы, соответственно, 48, то мы можем понять, что у нас может быть ситуация, когда с двух сторон по два невзятых элемента, и тогда даже если у этих сардельек разница 0, тогда у нас нет гири, от которых они обе исходят. Соответственно, мы можем этот 0 как бы пропустить. Когда мы сдвинем уже сюда, у нас будет отрицательный. То есть, вот в такой, да, вот такой позиции было положительное, ну 1. Потом мы сдвинули сюда, стало 0. У нас нет гири. Потом мы сдвинули сюда, стало минус 1. И вот мы 0 пропустили, и все. Не работает. Да. То есть, только для 50 или 49. И, наверное, уже можно контрпримеры, да, строить. Но это мы не будем делать. Ну и, соответственно, вот это была пятая задача. Круто, да. Вот здесь я... К сожалению, у меня была другая непрерывность, поэтому она на 49 не обобщалась. Ну, я вот сразу догадался, что надо через непрерывность делать, но довойти до ума я не доводил. То есть, я послушал Мишеньку просто. Вот. Да, супер. Спасибо огромное, Миша. Спасибо тебе. Давай покажем все в кадр. А, давай дотрем, да, все это? Вот, естественно. Это базовый тургор. Отлично. А когда будет этот самый? Основной тургор будет через 14 дней от того, то есть 25-го, по идее. И это обычно металл. Да, это крутые задачи. Это крутые задачи. Это обычно суперметалл. Ну что, вот они, два Саватеевых. Очень долго видел.